Здравствуйте дорогие друзья! Многие мои постоянные зрители просили сделать зарисовку на окраине города. И мы сегодня нашу прогулку запишем здесь. Это Леонозовский парк культуры и отдыха. Один из городских парков Москвы, который пользуется большой популярностью у москвичей, жителей района Леонозова и других районов города. Зайдем мы с вами в него со стороны Абрамсовской улицы. В парк попасть можно через многие проходы. Ну а мы с вами зайдем здесь и будем рассматривать то, что на данной территории есть, прогуливаясь по ее окрестностям. Изначально давайте погрузимся в историю парка, ну а потом озвучим то, что здесь представлено. Конечно же на все внимательно посмотрим. Хотя сразу хочется отметить наличие прекрасных туалетов, в которых есть не только туалетные кабинки, но и рукомойники. Все чистое, новое, есть бумага туалетная. Все под большим наблюдением, чисто и убрано, и ролики смотрят семьи и часто уделяют этому огромное внимание. Поэтому смело скажу, что тут с этим вопросом все продумано, все хорошо, так что не переживайте. В парке идут работы, постоянно что-то меняется, добавляется, благоустраивается, тянут коммуникации, трассы с кабелью. А это говорит о том, что вскоре здесь будет лучше и это здорово. Давайте возвратимся к истории этого прекрасного места. Вы на все будете смотреть, но я вам немножечко про него расскажу. Итак, в 1585 году на месте, где сейчас расположен Леонозовский парк, стояла ранняя деревня под названием Алтуфьево. Она была собственностью неупокоя Дмитриевича Микишева, это был ключник хлебного двора. В 1687 году на месте будущего парка была заложена церковь воздвижения Креста Господня, которую затем переименовали в Софийскую. Но в 1767 году был новый владелец земель, поручик Иван Вильяминов. Он и построил первый парк с двумя прудами, в настоящее время он утрачен. Последним из частных владельцев этих земель был Леонозов, нефтяной промышленник. В честь его и назвали эту местность. В 1932 году прошло открытие парка, который в 1951 году получил статус парка культуры и отдыха. Целенаправленное развитие Леонозовского парка началось после приобретения статуса парка культуры и отдыха. Ну и здесь появились первые механические аттракционы и начали проходить праздничные мероприятия. В конце 1980-х годов местный предприниматель на средства комсомольской организации организовал в парке теннисные корты и позднее открыл первый в Москве частный теннисный клуб. Ну а в 1994 году в парке также начал работу кондоспортивный клуб. В 2008 году в парке была открыта аллея сказок, окруженная скульптурами с изображением героев русского фольклора. Ну а в начале 2010-х годов в парке был реконструирован и благоустроен. Здесь появились и тир, веревочный городок, скейт-парк, спортивные и детские площадки. Все это вы видите в кадре. Эстрада, танцплощадка, беседка для настольных игр, лодочная станция. Ну и в парке была создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, что очень важно. Открыты разные конфе, организована публичная сеть Wi-Fi. Ну и также в парке была расположена пешеходная улица Леонозовский Арбат. Организованы площадки для пикников, устроены новые фонтаны, включая светодинамический фонтан в центре пруда. Ну а в зимнее время в этом прекрасном месте работает лыжная база и прокладывают некоторые трассы, открываются горки и катки. Ну и в парке, конечно же, находится утвержденная МЧС-площадка для запуска в фейерверках. И в праздники они здесь салютуют. С запада к парку примыкает Леонозовский лесопарк. В 2012-2014 году Леонозовский парк был благоустроен. Сегодня здесь ухоженная зелененная территория, развитая инфраструктура, ну и досоговые центры с аттракционами, как мы уже ранее упомянули. С 2012 года развитие парка происходило в рамках реализации государственной программы города Москвы, развития индустрии отдыха и туризма, которые были запланированы на 2012-2018 годы. Ну а на территории парка находится пруд. Парк уникален и богат своей растительностью. Парк условно разделен на 9 территориальных функциональных рекреационных зон, такие как праздничная фонтанная площадь, фонтан, пруд и сцена. Леонозовский оазис, в которую входит дубовая роща с комплексами цветников, с элементами вертикального озеленения и экологические тропы. Есть город удовольствия, это аттракционно-развлекательный город для детей и взрослых. Также присутствует аллея сказок, это детская игровая аллея с установленными вдоль дорожки сказочными персонажами. Есть территория детства, где проходят мастер-классы для детей. Планета молодых, в которую входит скейт-парк и проходят там же уроки танцев. Есть территория здоровья, где проходят спортивно-оздоровительные разные мероприятия. Также есть площадки для людей разных возрастов. Ну и конечно же Леонозовский арбат, это широкая аллея для прогулок с лавочками и стендами. В общем парк забит полностью разнообразными мероприятиями, которые всегда проходят на данной территории. Конечно же многое мы посмотрели, из описанного мной вы уже многое увидели. У нас еще впереди много разных интересных зарисовок этого парка. Ну я продолжу с вашего позволения и подытожу, что же в парке еще можно увидеть. То есть тут, во-первых, работает бесплатный Wi-Fi. Есть два фонтана, тир, есть беседка для настольных игр, площадка для игры в шахматы. Есть прокат лодок, катамаранов, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. Пять немалых детских площадок. Есть тренажерные площадки, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для бобинтона, теннисная площадка, площадка воркаута, скейт-парк, городок аттракционов, танцевальная площадка, ну и некоторые другие. Зимой, естественно, заливается каток и работает снежная горка. Ну а вспомнить дни воинской сларбы можно, посетив памятник. В парке также работают точки питания, вы голодными точно не останетесь. Территория парка приспособлена для доступа и лиц с ограниченными физическими возможностями. В парке также работают туалеты для людей с ограниченными возможностями, и это очень важно. Режимы работы данного парка с 7 до 23 без выходных, свободный вход, вы это видели при входе, но на всякий случай я продублирую эту информацию, чтобы она у вас осталась в памяти. И, конечно же, некоторые зоны на территории тоже имеют свои режимы работы, поэтому обязательно уточняйте перед тем, как отправиться к таковым. Официальный же адрес парка это Москва, Угличская улица, дом 13. Это примерно 10 минут пешком от метро Алтуфьева. Пройтись можно по прекрасному и благоустроенному зеленому бульвару, который расположен параллельно улице Череповецкая. И можно добраться до парка от метро на автобусах до остановки Леонозовский парк культуры и отдыха. Ну и лучше, конечно же, прогуляться пешком, потому как маршрут тоже очень красивый. И, как вы уже заметили, что во многих окраинах города, во многих районах есть такие прекрасные места, тематические зоны. И, в принципе, людям, которые проживают вблизи этого парка, в районе, не обязательно выбираться в центр города на разные мероприятия. Проще посещать вот эти прекрасные места. Здесь, собственно говоря, всегда что-то проходит, всегда какое-то мероприятие, особенно в известные праздники, крупные праздники. И поэтому останутся довольны и сами жители, и те, кто сюда приехал и в дневное, и в вечернее время, посетив разные площадки фейерверка, танцевальные площадки, различные праздники и веселые мероприятия. Ну и в подведомственной территории, то есть это то, что окружает практически недалеко расположенные зоны. Вот помимо Леонозовского парка есть Гончаровский парк, где происходит примерно то же самое. Есть этнографическая деревня Биберева, парк Дубки, ну и, конечно же, некоторые сюжеты этих прекрасных мест есть и у меня на канале. Удобнее всего перейти по ссылке, найти в шапке YouTube моего канала All My Video ссылочку. Там удобная навигация по всем моим сюжетам, в том числе и перечисленным территориям. Ну а тем, кто еще не подписался, предлагаю это сделать в правом нижнем углу кнопочка. Не забудьте нажать на колокольчик, вы будете в курсе новых сюжетов и прогулок. Ну и возвращаясь к парку, тут есть и календарь мероприятий. Это расписание регулярных, подчеркиваю, спортивных и творческих занятий. В парках можно посмотреть в специально отведенных местах информацию, как она вывешивается и в самой парке. Есть информация о времени и местах проведения, ну а также на официальных источниках в интернете. Разные есть соцсети, разные официальные сайты, там тоже это все можно почитать. Тут же проходят разные мероприятия. Там можно позаниматься и скандинавской ходьбой, принять участие в забегах на 5 километров по территории, естественно, самого парка. Пройти общую физическую подготовку, принять участие в хоккее на траве, ну и также посетить пение, например, под баян. Можно принять участие в леонозовских посиделках и посетить танцплощадку, где проходят и ретро-танцы в том же числе. Ну и, конечно же, можно обследоваться, работает соответствующий пункт, вы его тоже видели в начале сюжета, ну и проверить свое здоровье. Помимо этого, в парке проходят разнообразные выставки, они обычно чередуются вот из тех, которые я перечислил раньше. Ну, такие, как, например, выставка собак и кошек, есть фото-выставка, где есть разные крупные праздники, которые проходят по этим точкам и площадкам. Там проходят благотворительные концерты, различные праздничные мероприятия, пение, рисование, танцы, спортивные состязания, спектакли, кинопоказы, ну и многие другие мероприятия. Из достопримечательностей, ну, в единственной сохранившейся Леонозовской даче расположен музей славянской культуры имени Константина Васильева. Ну и также в 2010 году в парке был открыт памятный обелиск, посвященный Леонозовцам, участникам Великой Отечественной войны. И вы его в кадре видели. В Дубровой роще присутствуют зеленые насаждения парка, площадь немалая, составляет 16 гектар. Истинные ценители природы оценят по достоинству богатый дендрологический состав Леонозовского парка, который насчитывает свыше 70 видов различных пород деревьев. Особенно впечатляет настоящая Дубрава с множеством 200-летних, внимание, дубов, высота которых достигает до 25 метров. Это очень высоко. Здесь также есть голубые ели, очень интересные формы рябины, ивы, акации, вязы, липы, березы. Ну, в общем, настоящий смешанный лес. Пруды благоприятной экологической атмосфере парка способствуют данному красивому зеленому оазису. Радуют глаз плавающие белые лебеди, которые вы видите. Ну, придает парку сказочность и уют. Романтическую атмосферу, можно смело сказать. И создают белые ажурные мостики, переброшенные от одного берега на другую. Также есть красивейшая ротонда прямо у пруда белого цвета. Ну, и на берегу сидят рыбаки, не обращают внимания на гуляющих. В аллее сказочных героев можно встретить персонажей сказок. Здесь и сестрица Аленушка с братцем Иванушком, и русские богатыри, и баба Яга, ну, и много-много других различных героев. Вы их, собственно говоря, видели. Фонтаны в парке славятся своими уникальными видами. В центре одного из прудов светодинамический поющий фонтан, ну, а у другого из природных камней создан каскад-водопад. Ну, и также в парке есть разные интересные современные зоны. Есть Эксфит Алтуфьево. Это один из самых современных обновленных клубов данной сети. В 2005 году клуб был подвержен глобальной реконструкции, благодаря которой появилось больше визуального открытого пространства. То есть я даже в дополнение поподробнее попытаюсь рассказать, потому как он выглядит внешне и так интересно. Ну, а для того, чтобы понять, что в нем есть, это стоит все-таки дополнительно рассказать об этом. То есть в него входит тренажерный зал. Это проходят тренировки только на профессиональном оборудовании. Есть бассейн с морской водой. Это 25 метров дорожек и отдельная зона для акваэробики позволяет сделать программу тренировок насыщенной и эффективной. Функциональный тренинг. Это вы можете быстро скинуть лишний вес, увеличить или повысить эластичность мышечной массы. Проходят групповые разнообразные программы. Ну, это программы классической и современной аэробики, силовые тренировки, ну и, конечно, многое другое. Есть зал бокса. Это тренировочная зона единоборств. Содержит все необходимые для эффективных разминок и подготовки к боям. Все нужное есть. Также большой теннис. Это четыре открытых и два закрытых корта. Две универсальные площадки вы их увидите. Есть и банный комплекс. Это турецкий хамам. Финская сауна. Позволяет расслабиться, избавиться от болевых ощущений. Вот так вот, кстати, прекрасно выглядит администрация. Все чистенько, аккуратненько и достойно. Огромного уважения. Огромная благодарность за вот такой оазис, подаренный для горожан, для гостей. Низкие поклоны. Большое спасибо за то, что создается. Ну и дополню, что есть салоны красоты. И спа в этом прекрасном комплексе, который вы увидите. То есть салоны включают в себя и парикмахерский зал, и студия маникюра работает, и массажные, косметологические кабинеты. Также есть фитнес-бар. Помимо спортивного питания, здоровое и полноценное питание на весь день. То есть рекомендации диетолога, доставка полезных блюд, разработка персональных диет, ну и многое-многое другое. Вы это все увидите. Визуально комплекс очень интересно смотрится. Красивый, современный. Ну а внутри вот так вот он чересчур насыщен разными услугами и предложениями. Что огромный плюс. Ну и также присутствует рядышком очень уютный и красивый ресторан. Вы его тоже увидите, посмотрите. В общем, одним словом, все, охватить и перерассказать просто невозможно. Даже язык заплетается. Поэтому я предлагаю вам самостоятельно все это дело рассмотреть. Побывать здесь, почувствовать все своими эмоциями, ощущениями. Ну а я оставлю вас немного наедине с самим парком, с тем, что его окружает. Ну и моими небольшими наблюдениями. Вот вы на все это дело посмотрите еще раз. В конце сюжета будет небольшая часть тяжелого сектора, который примыкает к парку. Он граничит буквально с ним. Ну а я буду ждать ваших комментариев и лайков. Ну и оставляю вас наедине с сюжетом. И приятного вам всем просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok